Повторяю, считаю среднюю энергию. Эпсилон, средняя, равняется. Пользуюсь обычной классической, ну иногда говорят, Больцмановской статистикой. Итак, аккуратненько пришел. Равняется, ну, энергия, эпсилон, у меня так, как считается вообще среднее значение энергии? Ну, в теории вероятности, в теории вероятности я беру возможное значение. Ну, для сантефантов, это супер важно понимать. Я беру возможное значение, ну, в данном случае, эпсилон. Умножаю на вероятность реализации этого значения. Ну, и суммирую, или интегрирую. Кстати, вот это очень важный момент здесь. Дело в том, что интеграл, это тоже есть предел суммы. Кстати, вот это очень важно в квантомеханике, как раз этот момент. Суммирую, интегрирую. Почему? Ну, в том числе, я говорил о дискретности. Ну, если дискретность, тогда надо суммировать себя. А если непрерывность, тогда надо интегрировать. Ну, пока мы вообще про все эти вот эти вот эти все забудем, просто пользуемся обычной классической статистикой Больцмана. Я пишу так. Все возможные значения энергии, учитываю от нуля до бесконечности, значит, пишу, интеграл от нуля до бесконечности, то есть фактически я суммирую по всевозможным значениям энергии, но полагаю, что энергия принимает любые значения. Дальше. Возможное значение ε на вероятность его реализации. Ну, вероятность должна быть нормирована на единичку. Я пишу Е в степени минус ε на КТ, Больцмановский фактор, ну и по всем энергиям, ну, вероятность должна быть нормирована на единицу, поэтому внизу пишу интеграл нормировки вероятности. Е в степени минус ε на КТ, Д епсилон. Вот как средняя энергия будет считаться. Ну, все, я эту среднюю энергию быстренько считаю, равняется. То есть интеграл надо посчитать. И как считаются эти интегралы? Кстати, вот на всякий случай я вам скажу, что величина единица на КТ в квантовой теории очень часто подключается β. β. Ну, как интеграл считается? А вот нижний это интеграл по АСОНу? Ну, это какой-то именной. Нижний-то это именной какой-то интеграл. Ну, интеграл будет. Для нас пока это интеграл нормировки в квантовой вероятности. Значит, как считать интеграл? Ну, возьмите ε на КТ, то есть это фактически β на ε, замените, ну, новую переменную введите, да? Ну, тогда здесь у вас ε и ε, ну, нужно будет в новую переменную свести, тогда у вас КТ объявится свободный такой КТ, да? Ну, то же самое нужно будет сделать взаменатели, интегралы. Ну, во-первых, легко видеть, что эти два интеграла можно дружко через дружку выразить. Почему? Ну, вот если здесь стоит ε в степени минус β на ε, да, то вот обратите внимание, что верхний интеграл, это фактически есть производная по β, ну, с точностью там до знака, вот нижнего интеграла. Потому что если вы будете брать производную по β, то за счет того, что у вас в факторе, в показателе экспонентности минус β на ε, у вас появится ε, и тогда производная вот этого интеграла, фактически вот этот интеграл, поэтому можно было бы записать это как производная нижнего интеграла по β, ну, и здесь на самом интеграл. Поэтому интеграл-то фактически вот этот надо взять. Ну, я не буду брать этот интеграл, запишу просто ответ сразу. Интеграла, в общем, ну, если вы можете взять с помощью таблицы. Ответ пишу равняется от этого. Оп, совершенно блестящий результат. То есть оказывается, что вообще ни от чего, кроме температуры, да, это и логично. Я не нахи выражаю. Средняя энергия зависеть не может. Ну, это и понятно. Это, в общем, типично для вот такой больсмановской статистики. Средняя энергия, фактически это средняя тепловая энергия. То есть энергия частиц в среде, это средняя тепловая энергия. Как постоянная больсмена? Как постоянная больсмена. Ну, кстати, вот в 900 году постоянная больсмена была известна. Была известна. Ну, если я подставлю эту среднюю энергию в формулу ВДП, то здесь просто КТ добавится. Я получу заменитую формулу Ролея Джинса. Итак, заменитая формула Ролея Джинса РОНУ, РОНУ, равняется ДНОДНУ на КТ. И значит, это будет пропорциональный НУ квадрат на Т. Вот так это будет выглядеть. Ещё раз повторяю, здесь нам надо что сделать? Включить что? Лямбда, это два пина К, и, значит, и лямбда равняется еще ЦНОНУ. ЦНОНУ. Значит, вы тогда можете К вот здесь выразить через или лямбда, или НУ. Ну, и ДНКУ по ДК, перевести в ДНК по долямбда или в ДНК по лямбда. Итак, я получил формулу Ролея Джинса, и очевидно, то есть это фактически классический результат. Но он явно не удовлетворял эксперименту, приводя к ультрафиолетовой катастрофе. Ультрафиолетовой катастрофе. Вот я могу ещё раз эту картинку показать. Пока мы можем объяснить только вот этот вот хвост при длинных волнах, при длинноволновых хвост, единица на лямбдах квадратов. Всё. Ну, и зависимость от температуры, здесь, конечно, фигурирует, она достаточно простенькая такая. Ну, и то, и другое хорошо, в общем-то, описывает вот как раз длинноволновых хвост. Ну, а всей его, конечно, нет. Ну, вот. Что я сделал? Значит, ладно. Ну, я уже говорил в прошлый раз, что он в октябре 900-го года, 19 октября 900-го года, он предложил некую деспаляцию, то есть некую формулу, которая объединяла в себе, вообще говоря, формулу Ролея Джинса и формулу Вина. И, на самом деле, в ту же ночь экспериментаторы проверили эту формулу и убедились, что она прекрасно описывает эксперимент вообще во всех. То есть, с точностью до погрешности эксперимента она описывает эксперимент абсолютно. Вот. Но ясно, что это не всё надо подвести вот эту интерполяцию. Вот эту интерполяцию иногда называют одной из самых великих интерполяций. Ну, фактически двадцатый год начался. Вот. Или, там, к концу девятого света. Значит, ну, надо под эту интерполяцию подвести какую-то базу. И вот два места над этой базой, над этой... Обязнением, как бы, так, почему так. Вот план, значит, научился, да. И 14 декабря 500 года он предложил вот свое объяснение этой формулы, которую он написал уже в октябре. Это объяснение было основано на квантовой гипотезе. И вот сейчас мы к квантовой гипотезе перейдем. В чем заключается суть этой квантовой гипотезы? Ну, на самом деле, видите как, тоже очень важный момент. План шел от ответа на самом деле. Мы же можем, способ решения задач, особенно у теоретиков, очень популярный. То есть, ответ известен, ну, известны свойства какие-то уже, скажем так. Их нужно объяснить. Конечно, для теоретик это легче, ну, в каком-то смысле. Чем, например, предсказать? Ну, правда, предсказать-то ведь язык близкостей. В принципе, ну, если вы предсказываете какой-то эксперимент, какие-то свойства вещества, скажем, нового там, и так далее, ну, вопроса, а тут вас проверять-то вообще, или просто там ля-ля-ля, да, и все. То есть, предсказать действительный эффект, или действительно какие-то свойства, это сложно, конечно. И вообще, теоретиков, это считается таким каким-то, ну, таким, высоким полетом, вообще. Раньше говорили голубой мечтой теоретиков. Потому что раньше теоретики делились на голубых теоретиков. И вот так вот работает, ну, так вот. Пусть эксперимент, потому что мне повезло, я всегда, каким-то относился к теоретикам, которые с экспериментом работают. А потом слово голубой в виде как-то стало. Вот, поэтому сейчас мы не говорим, голубой теоретик. А вот теоретики делились. Ну, в общем, так же. Ну, что жизнь и жизнь. Итак, суть квадратовой гипотезы. Ну, ясно, что нужно отойти вот-вот-вот-вот-вот от этой комбулы. Оставив ее, нужно от нее отойти. Можно это сделать? Ну, он сказал, что может. Надо что сделать? Предположить, что? А энергия принимает не любые значения в интервале от меня до бесконечности. Энергия вот этих состояний электромагнитного поля. Кстати, вам говорил о осцилляторах электромагнитного поля, об осцилляторах. Тоже, между прочим, интересно. Как ни странно, знаете, как модель осциллятора, ну, майки, там, шарик на пружинке, шарик в ягоде и так далее. Модель осциллятора – это одна из самых-самых-самых-самых таких фундаментальных моделей в физике, в классике и в квантовой теории. Почему? А просто потому, что она описывает простейший такой колебательный процесс. Вот почему-то. И как ни странно, вообще говоря, это было сделано еще и, в частности, и Планка в девясотом году. Вообще говоря, электромагнитное поле, то есть, фактически, поле, соответствующее изучению абсолютно черного тела, еще можно представить как систему осциллятора. Как систему осциллятора. Но, правда, есть одно маленькое но. Правда, принципиально его многие годы ставили, как некий такой вот упрек, что ли, Планку. Дело в том, что Планку на самом деле, вот это вот излучение абсолютно черного тела формировалось следующим образом. Значит, стенки сосудов, а я вам упоминал в прошлый раз, что было доказано на основе термодинамических соображений, что законы изучения абсолютно черного тела не зависят от материала стенок сосудов. Знаете, это тоже очень важный момент. Знаете, для физики что это означает? Это означает, что я могу моделировать вот эти стенки сосудов как угодно. Так вот, Планк моделировал стенки сосудов системами осциллятора. То есть, он рассматривал, что вот стенки сосудов, ну, нагретую температуру, это есть некие осцилляторы, некие осцилляторы. Они излучают и поглощают энергию. И вот в результате некого такого равновесия между излучением и поглощением энергию устанавливается, как говорят, равновесное излучение. То есть, отлично, как раз излучение абсолютно черного тела. Так вот, здесь, в этой форме фактически План, именно так, ну, я имею в виду, апеллирует классикой, считал энергию, среднюю энергию осциллятора этого. Среднюю энергию осциллятора. А вот следующий шаг, что на самом-то деле само электромагнитное поле, это система осцилляторов тоже, так. Этот шаг был сделан Эйнштейном только через пять лет. Хотя мы сегодня спокойно говорим, что да, электромагнитное поле может представить как систему осцилляторов. Более того, эти осцилляторы во многом будут похожи на вот те осцилляторы, которые мы представляем, глядя на пружинку с шариком там, или вот резинку там, или что-то маятник и так далее. Во многом похожи. Что значит во многом похожи? Ну, не внешне, конечно. Это тоже, кстати, очень важно. В физике многие системы не похожи друг на друга, а совсем. Это, кстати, тоже не сразу было обнаружено. На самом деле описывается одинаково. То есть у них алгебра одинаковая. Одинаковая алгебра. Ну, вот я, вот участник, например, приводится, я гляжу на дверь, так. Вот, например, дверь и спин одна вторая у электрона. Похожи? Две капли воды. Смотрите, дверь закрыта, дверь открыта. Два состояния. У спина одна вторая тоже два состояния. Спин-ап, спин-даун. Пожалуйста, смотрите-ка. Ну, в конце концов, вы можете вот так вот ваше состояние назвать, связать со спин-ап, а вот на голову встаньте, спин-даун. Сразу вопрос, зачем это вам надо? Ну, не надо так и не надо. Но дело в том, что для дверей это, оказывается, полезные налоги. Представьте себе систему дверей, да еще и хуже того, скоррелированные. И, скажем, вас интересует проблема покинуть помещение с огромным количеством дверей, да? Во время пожара, например, да? Вам нужно организовать некую сложную систему открытых-закрытых дверей, вот. А вот, если задумайтесь, тогда вспомните, знаете, какую науку? Магнетизм, например. Там как раз спины стрелки, да? Вот, стрелка вверх, стрелка вверх. Да, и вы займетесь тем, что называется в физике псевдоспиновое описание. Это очень популярный метод псевдоспиновое описание. Это нейронные сети, это финансовые потоки, это транспорт, это политология, социальные системы и так далее, и так далее. Это, скажем, просто сплав, например, да? И вот этот псевдоспиновый формализм, ну, например, сплав купром-ауру, ну, очень известный сплав купром-ауру. Решетка кубическая, да? В узлах которой сидят либо копром-ауру, либо медь, либо золото. Это очень просто. Сидит золото, стрелку вверх. Сидит медь, стрелка вниз. Так? Вот. Тогда золото будет соответствовать ситуации, когда все стрелки вообще вверх. Медь, когда все стрелки вниз. Ну, а когда у вас сплав, ну, скажем, 50-50 сплав. Просто копром-ауру пишется формула, да? Половина у вас стрелок вверх, половина стрелок вниз. Вот. Скажем, упорядоченное состояние сплава, когда половина стрелок вверх, половина стрелок вниз, расположен, ну, прямо в шахматном порядке, да? Чеки-бом! Оп, вниз, оп, вниз. Медь, золото, медь, золото и так далее. Дальше. Нагрели разупорядоченное состояние сплава. И тогда у вас стрелки как бы хаотический разбор. Ну, видите? язык начинает обрастать. Вот эта аналогия начинает обрастать все больше и больше и алгебры на самом-то деле. Вы просто берете магнитную систему с аналогичными стрелками там, а магнички давно эту систему разработали. И вы теперь берете эту теорию, притягиваете себе для описания этих сплавов. Нормально дело. Итак, возвращаемся сюда. Теперь, как все-таки получить формулу План? План задумался, как же мы теперь свою формулу, которую уже назвали, да? Мы-то назвали формулой План. Как же теперь ее получить? Он решил отойти от этого интегрирования. Он предположил, что на самом деле энергия меняется не непрерывно в пределах от нуля до бесконечности, а дискретно. Вот в чем суть квантовой гипотезы. Дискретно. Причем с неким шагом или квантом. Я его епсилон 0 позначил. Епсилон 0. То есть будем считать, что энергия ваша, епсилон, возможное значение. Это n на епсилон 0. Где епсилон 0 некий квант энергии. Квант энергии. А n принимает значение ну все 0,1,2 до бесконечности. 0,1,2 до бесконечности. Как теперь считается среднее значение энергии? Ну точно так же считается. Ей это все так же остается. Только теперь вместо интегрирования я должен суммировать. Хотя интегрирование здесь тоже суммирование, да? Но все-таки давайте это суммирование аккуратно сделать. Кстати, при этом я должен четко быть убежден в том, что если я вот этот епсилон 0, квант изменения энергии, просто квант энергии. Сделан бесконечно малым, я конечно тоже самый результат должен получить. Тоже железный, да? Почему? Потому что это есть предел суммы. Ну так давайте сумму напишем. Итак, поехали сумму писать. Итак, считаем сумму. Итак, здесь вот я напишу как b. Теперь я пишу, что бланкерское выражение это епсилон звенья равняется. Все точно так же пишу. Сумма по n от нуля до бесконечности. Дальше. Эпсилон, вот здесь можно написать епсилон n, да? Значит, n на епсилон 0. Е в степени минус n епсилон 0 на КТ. Ну и, значит, в знаменателе это будет интеграл нормировки Больцмановской вероятности. То есть это будет сумма по n от нуля до бесконечности. Без этого фактора е в степени минус n епсилон 0 на КТ. Вот такую сумму надо считать. Две суммы даже. Ну, правильно я бы так сказал, что на самом деле расчет вот таких сумм, ну, хотя он был на фланге, значит, в декабре 900-го года, а это было сделано еще до него вообще, да? Ну, интересно, что вот это вы можете рассчитать только на первом или втором курсе у мюнерситета, а вот это в школе, вот это вот выражение среднее. Вы можете в школе рассчитать. Почему? Обратите внимание, что вот здесь есть такой фактор, q я его обозначу, и в степени минус епсилон 0 на КТ. И здесь стоит выражение q в одной степени, да, где он меняется. Ну, а здесь, соответственно, некая величина на q в одной степени то же самое, да? Ну, я уже вам говорил, что на самом-то деле надо считать только вот эту сумму. Почему? Потому что вот эта сумма фактически производная от нижней, так же как вверху, по бета, то есть по единице. Поэтому только вот эта сумма, а эта сумма, ряд такой единицы, плюс q, плюс q квадрат, плюс q в кубе. Называется в школе геометрическая прогрессия. Ну, я не буду считать, я как бы вас отсылаю туда вот школу, вот в нашу советскую школу. А вот здесь пришел просто ответ. Итак, равняется все это ответу. Эпсилон 0. Ну, кстати, обратите внимание, что размерность должна быть везде энергии, да? Здесь, видите, вот мы же среднюю энергию считаем. Здесь, как t, имеет размерность энергии. Кстати, сразу скажу, что очень часто энергию меряют в градусах прямо в кермине. То есть это фактические системы единицы, где как бы считается единичкой постоянное больство. Поэтому иногда говорят, а, вот я происхал, температура фермия, энергии фермия. Температура фермия, говорят, на следующее. И называть, скажем, 1000 кермин. Ну, чтобы найти энергию, нужно эти 1000 кермин умножить на k и перевести в какие-то вам, скажем, более понятные единички и так далее. Итак, ε0 делить. И вот мы сейчас смотрим, для чего делить. Е в степени ε0 на kt. Это что такое? Это q у нас минус единица. О! ε0 на kt минус единица. То есть q минус единица. Ну, я думаю, что вот q минус единица, это, если в школах вспомните прогрессию геометрической, там, да, я даже сам немножко помню. q минус единица где-то там вспомнил. Вот. Со всем выражения вообще тут kt, а тут вообще ни на что не похоже. Ну, давайте, кстати, сразу же проверим себя. Вот. Ну, видите, я, на самом деле, ну, как? Пробую напишу. Вот сейчас. Не исключено ошибки, но это же раз я проверяю, как. А, мы же договорились, что если ε0 устремить к нулю, ну, тогда у вас, кажется, должно получиться. И еще от ε0 вообще ничего не должно зависеть. Проверяю. Если ε0 устремляться к нулю, тогда у вас, смотрите, вот это вот. Ну, правда, сразу вопрос возникает. Там еще котель. Ну, надо что-то одно делать. Либо ε0 0, но не устремлять, и когда держать фиксированных, да, ну, либо наоборот. Ну, лучше давайте вот первый вариант. Итак, я котель фиксирую, то есть фиксирую, ну, ну, беру. Фиксирую. И беру ε0. Ну, тогда надо взять ε0. Много меньше котель. Итак. Вы видите, начинает у нас какая-то образовываться алгебра. Итак, если, первое, если ε0 много меньше котель, ну, тогда я вот здесь вот эту экспоненту раскладываю в ряд. единичка плюс показатель, плюс, там, квадрат показатель и так далее. Единички сокращаются, остается. Первое слагаемое, ну, если ε0 много меньше котель, ну, я не имею в виду. Ну, а если у меня наоборот, если наоборот, второй вариант. Если наоборот, ε0 много больше котель, ну, тогда здесь вот показатель будет много больше единички. И тогда я единичкой могу пренебречь по сравнению с экспонентой. И тогда я получаю для ε... Итак, здесь ε средняя будет котель, а здесь в этом пределе ε средняя будет, ну, смотри. Если вы бросаете, выбрасываете единичку, это будет ε0 на е в степени минус ε0 на котель. Вот что я получаю в другом предельном случае. Ну, мы же с вами договорились, что эти два предельных случаев, в случае малых ε0, малых энергий, и в случае, когда мы не договаривались об этом. Не договаривались. Ну, как бы, и очевидно, что на самом деле, если случай малых ε0, по сравнению с котель, дает нам классическую формулу Ролей-Эджинса, то в случае больших ε0, видимо, должен давать формулу Вин. Ну, так и есть, так и есть. Ну, с одним но. С одним но. Вот здесь вот начинает... ε0 начинает обрастать мясом какие-то. У вас обратите внимание на что? Итак... Если я теперь возьму предел больших энергий, подставлю формулу для спектральной блокноса, давайте, что я получу. Ролей-Эджинс будет пропорционально у меня. Итак, пишу ε0 много больше котель. Ролей-Эджинс очень пропорционально. Смотрим. Ну, как здесь ню квадрат есть? Здесь ε0 еще есть, да? Итак, будет пропорционально ε0 му квадрат на е в степени минус ε0 на котель. А вот теперь я возьму и формулу Вина посмотрю. И это, повторяю, должно перейти в формулу Вина. А вот смотрите, в формулу Вина что? Теперь Вин пишу, так? Вин. Я буду здесь писать все эти константы, так? У Вина ρ ν пропорционально. Ню в кубе на е в степени минус... Ну, какая-то константа... ν на котель. Вот так вот. Вот это формула Вина. Ню в кубе на е в степени минус ν на котель. Ну, константы какая-то там. Может, ну, кстати, К тоже сюда в константу загнать, но я специально так сделаю. Итак, ну, дело в том, что формула Вина это... Мы уже убедились об этом. Видите, вот она. Работа формулы Вина прекрасно работает. Ну, значит, Кланк вынужден что сделать? Глядя вот на то, что он получает для формулы Вина и то, что Вин в свое время предложил. Он вынужден что сделать? Во-первых, ν в кубе нужно. Значит, ε0 нужно пропорционально ν считать. А, ну тогда мы и второго зайца убьем. Вы здесь видите, как нас уже не увидели, да? Так вот, предложил план к следующий еще шаг у него. То есть это, конечно, вот самое главное первое. Это гипотезы квантования энергии. Раз. А теперь второе еще. Вот этот квант, чтобы мы объяснили законы изучения абсолютно черного тела, этот квант, ε0, я его обозначил, да, должен быть пропорционален ν. Планк записал h ν, где h некая константа, которая получила название константы, вернее, постоянный план К. Постоянный план К. Ну и, кстати, эта формула обычно пишется без ε0. Ну, вернее, без нуля здесь. То есть вот в таком виде обычной предыдущей фсона равняется h ν или h омега. Вот это, пожалуй, даже в каком-то смысле более популярное выражение для, значит, для вот этой планкерской квант энергии. Здесь h перечеркнутое, h перечеркнутое, это h не перечеркнутое на 2 π. Ну, так чаще всего и говорят, h постоянно планка, а h перечеркнутое, h перечеркнутое не бывает. h перечеркнутое. Ну, видите, популярность этого h перечеркнутое такая, что, скажем, в редакторах есть команда на h перечеркнутое, ну, я имею в виду в компьютере. вот такая ситуация вот такое что предложил план пришел предложил считать что энергия этого ванта пропорциональной частоте пропорциональной части и но обратите внимание что на самом-то деле это энергия может принимать любые значения любые значения уже не то меняется непрерывно как у меня мы договорились меняется дискретно но если ей объемы делаю бесконечно большим тогда у меня к меняется почти не про и об этом забывайте это непрерывно почему тоже непрерывно менять ну или чем-то 0 тоже будет меняться непрерывно но это несколько не противоречит как бы квад гипотезы план и дело того чем дело в том что мы при фиксированном значении ню рассматриваем эпсилон когда считаем среднее значение эпсилон среди значения температурные средние и так ну и наконец тут можно формулу планка выписать полностью давайте я ее в каком-то варианте напишу уже со всеми константами окончательно формулу планка и так вот она как выглядит формула планка замечательная формула планка и так ров но давайте я вариант какой-нибудь так ров омега скажем так вы там везде писали ров ю пожалуйста ров омега скажем у меня просто здесь выписано аж омега в кубе делить на пи квадрат с кубе е в степени аж омега на кафе минус единица ну вот собственно что здесь что смотрите эпсилон 0 это аж омега эпсилон 0 это аж омега ну вот фактор е в степени эпсилон 0 на кт вот он прямо здесь фигурирует значит омега в квадрате омега в квадрате пи квадрат c в кубе это как раз то что вот плотность и состояние это магнитного поля попало то есть вот из этих формул попал сюда вот формула ну ясно что при вот этих двух пределах двух пределах при случае малого эпсилон 0 случае большого эпсилон 0 переходит соответственно формула в роли джинс или формула ну дальше значит из этой формулы можно получить законы которые были известны вообще говорят до планка все законы вот я и сейчас выпишу значит выражение для полной энергии полная энергия то есть это интеграл с нуля до бесконечности ров от омега д омега то есть вот я просто беру это выражение для ров омега и беру интеграл считаю ну беру там таблицы конце концов и так я получаю вот какое выражение пи квадрат к здесь постоянные ольцманы 15 c кубе h т в четвертый т в четвертый вот к в четвертый здесь вот так вот к в четвертый это полная энергия абсолютно черного тела видя на зависит это закон степана пользы он был установлен экспериментально ну вот он из формулы планка четко вытекает кстати законе стефана бортсмана вот это вот величина но обычно ее у степана бортсмана назначает константный парк ну видите это константа а включает константу бортсмана как ну скоро сверху известно значит можно посчитать наш отсюда ну более того можно посчитать как освещение бина дайте до закон смещения вины и она помнили она максимальная на 3 константа или константа обозначается в б закон смещение вина так вот константу б по плану тоже можно найти конечно просто перед перевести роми гаврой блянда и найти максимум то есть найти ту температуру при которой будет максим вот и соответственно значение лямбда и их перемножение должно давать константу да все получается и б по плану вот я эту константу выпишу 2пи ц аж делить на ой 4 965 сотых на х ну здесь видите когда интеграл берешь там появляются всякие функции там типа гамба там прочее здесь явное выражение подставлены 4.65 к то есть вот это то что дает формула балка ясно что экспериментальное изучение это тоже было известно и закон о смещении вина и и тогда сравнивая выражение для а и для б можно найти и к и аж то есть и константу польсмана и постоянную планку ну константа польсмана была известна и в этот факт что расчет назначение константа польсмана да польсмана который получил план совпало с тем что было известно кто не могут уже вообще говоря такой и небольшая небольшая победа новой теории ну и кроме того извлечение новой константы аж нашел план значит это константа аж я ее варианте аж перечеркнуто напишу аж перечеркнуто это константа аж перечеркнуто это 1 05 на 10 минус двадцать седьмой м на секунду увидите системы единиц это старой системы единиц не джоуля ну надо обратить внимание на размерность постоянных планками это размерность таких величин как момент количество движений размерность момента количество движений тут очень важная связь дело в том что физики вообще существует прямо целая немножко теория теория размерности размерности она очень часто помогает не только помогает проверять скажем какие соотношения там закону нами тогда помогает нам проверять себя правильно ли вы там какую-то фонбулу запомнили но дело в том что она иногда помогает какие-то и новые совершенно получать закономерности и соображение размерности доски видите постоянной планкой нет размера с момента количества движения ну а теперь давайте вспомним это правда это уже следующее это другая история так более позднее стоит момент количество движения в квантовой механике мы говорим спин 1 2 там арбитальный метод единицы скажем так для п электрон для д электрон и так далее а что это означает моментового размера семьи это означает 1 2 а аж перечеркнут орбитальный метод единицы то есть все эти моменты спины орбитальный метр размерность постоянный план перечеркнутый но идем и обычно пускай и когда работает в единицах поэтому спина 1 2 они аж пополам и тогда ну так это понятно что как только я эту константу нашел и виду что ты константами размеры с момента я сразу возникает лишь такие положительные и квантование здесь видите это аж в каком-то смысле квантует энергию давить может быть и момент тоже позже момент тоже вот большая маленькая константа ну конечно повышает маленькая константа более того понятно что поскольку поскольку она видите квадрует энергию то легко увидеть что в случае если аж стремится в нулю мы тогда перешли бы к чему к этому варианту классического варианта когда энергии меня есть не пришлось к вам да еще раз напомню что здесь эпсилон 0 это квант энергии это минимальная порция энергии минимальный процент они энергии как бы сама так вот если аж я 0 устремлю я получу минимальную порцию 0 а значит энергии будут меняться непрерывно непрерывно то есть кванта энергии под нудро кстати отсюда очень просто при аж стремящемся к нулю наши будем теперь говорить квартами выражение должны видимо в классический переходе вот это очень важный момент дальше еще отсюда какой можно сделать пока такой чисто интуитивный ну например если какое-то выражение ну скажем вы занимаетесь квантомеханиками получил какой-то выражение а в нем постоянная планка вообще нет ну расстроились потому что ну как квантомеханикам цены планками у вас должна мыслить вас а за и тогда это означает что это выражение даже в классике должно видимо быть иметь место быть да и мы это будем часто используем тоже то есть конечно будут какие-то выражения квантомеханической которую нибудь все же пассажированы под и означает что им должен быть 1 классический вот это очень важно конечно посмотреть сравнить что получилось у вас что получилось в классике ну а аж устремляя к нулю мы фактически будем получать как бы классический предел вот эта формула епсилот повторяет часто чаще вот без епсилон ноль просто епсилон равняется аж ну ну эта формула вы знаете а я уже рассказывал или нет не не помню какому же курсу 5 назад осенью вот это началось там пару семестрочных квантомеханик вот мне один парень так как-то стесняясь президент я взял ну и я там начал взять взятку отбивался отбивался но нет он мне все-таки всучил это футболка я был в принстоне он меня этим убил я был в принстоне я работал последний год вот долго ну я взял один а тут написано е равно mc квадрат 300 е равно mc квадрат ну а они это не ашнюю конечно тоже важно а ашнюю тоже видел другая картинка варшава 94-й год какая конференция международная варшаве вот там типа мгл центра варшавы издали который поляки все собираются с тех пор снести вот так и не сносят ну и правильно что издание великолепное конечно ну творится но правда портал ли варшаве напрочь выходишь этой конференции а вокруг ну вы знаете вот таганский ряд ну вот когда мы еще родились так эти базары везде мы еще были и не тоже выходишь подземный переход а улица идет знаменитая маршалковская подземный переход и там вот ну там какие-то майки там прочее вот так идешь прямо а именно это все и нас тоже а вот что-то задерживает взгляд я так смотрю вот это удивительно тоже да взгляд задерживает что-то а за счет что-то либо очень знакомые либо что-то очень необычное ипсилон равняется ашнюю футболка на груди ипсилон равняется ашнюю китайцы продают даже китайцы знают эту формулу вот она какая важна эта формула представьте себе ну а если говорить дальше то у меня у олега говорит дальше осталось что конечно эта формула появилась на досках физических аудиторий на самом деле не сразу просто в долгие годы пошли пять лет ты тоже мало на самом деле здесь надо конечно винить штейна я пошла именно после этого стала как-то вот так вот 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 завоевать физическое наше сообщество но потом и не только личное сообщество многие годы кстати была расхожая какая-то пасня о том что план сам не понял вообще что он сделал и более того даже не принял новую квартовую теорию вот но есть воспоминания тогда испаните у меня книжка в кабинете макс форн воспоминание физика и вот там он со слов сына макса бланка как бы воспроизводит слова самого макса блан чтобы в какой-то из этих дней видимо все-таки в декабре на прогулке сына макс план сказал что вот я сегодня сделал открытие по масштабу сравнимая с открытием ньютона сам ценил это правда теоретики очень часто теоретики физики в целом часто конечно переоценивают свои результаты но это не тот случай я вам уже говорил что сейчас имя планка присвоен ну можно сказать академии наук немецкой это общество макса бланка и куча институтов германии носит название макс планки институт того-то макс планки институт того-то и так далее но я дрезвене часто бывает там скажем идешь здание небольшой макс планки институт физики сложных систем очень такой известность макс планки цветю физик комплексов системе вот или рядом институт тоже макс общество макса планка институт физической химический физик дальше идешь и совсем супер современность тоже макс планки информатики и всякими софтами там и так далее дальше идешь еще один институт но тот уже другого тоже не менее известного немецкого ученого лебедицца там два ведущих сообщества физически не просто не физического общества общество макса планка и общество лебедиц все на сегодня